Облик городов и поселков Мариел изменится в лучшую сторону. Приоритетный национальный проект формирования комфортной городской среды должен поднять на принципиально новый уровень общественные пространства жилых микрорайонов и социальную инфраструктуру. В марте в нашу республику поступит первый транш в рамках этого проекта в размере 137 миллионов рублей. Принципиальной особенностью реализации программы станет обязательное участие в принятии ключевых решений самих жителей этих микрорайонов. Иными словами, власть и народ разделят ответственность за конечный результат. Все подробности в следующем сюжете. Городская среда должна быть комфортной для проживания, а качество жилищно-коммунальных услуг соответствовать велению времени. Именно на это и направлен новый приоритетный национальный проект. Первым шагом по его реализации станут первоочередные меры по благоустройству. Это коснется парков, скверов, тротуаров, дворов, детских площадок, озеленения и освещения общественных мест. Проект стартует по всей стране и республика не станет исключением. Республика будет вовлечена в этот проект. С федерального уровня субсидии, которой республики предоставлено, 137 миллионов рублей. В марте месяце эти деньги получат, уже поступят в республику. И есть очень жесткий, четкий план благоустройства территории. Это дворовая территория, потому что это микропространство для наших городов, для наших людей. И, безусловно, общественное пространство. И принципиальным, таким сквозным принципом этого проекта является вовлечение людей в принятие решений, в определение и согласование дизайн-проекта и в контроль за исполнением того, что было задумано. Наша задача избежать волюнтаристских решений публичной власти, что мы считаем правильным сделать, сделать вот то-то, то-то или то-то. Эти вещи должны обсуждаться с теми гражданами, кто является пользователем этих общественных пространств. То же самое будет касаться и дворов. Первоочередные меры по благоустройству включают в себя и обязательные требования по доступности среды для маломобильных групп населения. Такие комплексные преобразования будут осуществляться поэтапно и должны системно изменить подходы к благоустройству городской среды. Процесс будет модернизирован, но при этом сохранятся самобытность и культурные традиции. При этом также многократно возрастет ответственность за конечный результат. Проекты благоустройства, которые будут инициированы совместно властью и местными жителями, смогут принять участие в конкурсе на лучшие городские практики. Победители получат гранты на софинансирование своих проектов. Это очень важный момент при введении в эксплуатацию нового жилья. Собственники совместно с местными властями сами смогут определить приоритеты благоустройства придомовых территорий, да еще и получить грант за хороший проект. При этом надо отметить, что контроль за воплощением проектов в жизнь будет жесткий. Мы радикально изменили принцип. Теперь регионы будут защищаться не у нас, а регионы будут защищаться, региональные власти, муниципальные власти будут защищаться перед людьми. Мы отдаем деньги авансам, но деньги не заберем только в том случае, если вот эти процедуры вовлечения людей в принятие решений, в согласовании с ними проектов будут в полном объеме выполнены. И вот в обмен на эту субсидию мы требуем долгосрочных изменений. Поэтому защиты у нас не будет, а защита будет местных властей перед людьми. А мы внимательно будем за этим следить вместе со всеми политическими объединениями, общественными организациями, вместе с общероссийским народным фронтом и оставим эту субсидию в случае, если будут выполнены эти условия. А вот если кто-то эти условия нарушит, тогда заберем обратно вместе со штрафом. Вот такой принцип реализации нашего нового приоритетного проекта. Возникает и еще один вопрос. Как в кратчайшие сроки повысить качество жилищно-коммунальных услуг? Для этого планируется создание режима инфраструктуры опережающего развития. Инвесторам в ЖКХ предложат налоговые льготы и меры государственной поддержки. Даже будут сокращены ограничения для инвестирования пенсионных накоплений. Положительный опыт привлечения инвестиций в нашей республике уже есть. Ишкар-Ала постепенно становится одним из центров внутреннего туризма в Поволжье. Для этих целей активно привлекается частный капитал, который заинтересован в развитии своего дела. Вложения в систему ЖКХ не менее прибыльны, а от конечного результата выиграют абсолютно все. При этом очень важно консолидировать усилия власти и местных жителей. Только их совместная работа на благо родных городов и поселков может дать необходимый положительный результат. Это тяжелая работа. Нам в этом смысле всем нужно научиться менять себя и слушать людей. Поэтому мы уже предложили, она публично доступна на сайте, методологию того, как это нужно проводить. Еще дополнительно две методики для того, чтобы на выборы с пользой муниципалитета будут предложены, зафиксированы. Но это принципиальная позиция. Вы знаете, что об этом президент в послании сказал. Программа благоустройства с обязательным вовлечением людей в процессы принятия решений. Без этого это благоустройство никому не нужно. А положительные изменения городской среды нужны каждому и уже сегодня. Для успешной реализации первых пилотных проектов уже разработана специальная программа по формированию благоприятной среды. Этот документ определяет технические требования к городской среде и ориентиры по ее эстетическому оформлению, предлагает принципиальные решения по планировке, функциональному зонированию и оснащению этих территорий. При этом обязательно будут учтены характерные особенности на местах. Этот симбиоз и создаст единый вектор развития муниципалитетов по всей стране. Комфортная городская среда – проект, рассчитанный не на один год. При его воплощении муниципалитеты должны будут составить пятилетние планы развития. А специализированный интернет-портал ознакомит с лучшими практиками и современными требованиями к проектированию и благоустройству городов. Проект анонсирован, и после детального ознакомления с ним муниципалитеты республики получат реальные шансы изменить к лучшему свой внешний облик.